Бурлить жизни в верхнем городе в субботу начинает после полудня. Самые ожидаемые активности здесь, экскурсии по древним улочкам. Предлагаю отправиться с нами. Сейчас каникулы, как экскурсия. Мы пришли в воен в Минске. Вот хорошая страна. Все очень разные. Все берутся очень разные дня китайцев. Интересно берутся коридору, потому что много разница с Китаем. Я чувствую, что много добрых человек и хороших. Я занимаюсь плаванием. И мы в общекомандном месте заняли второе место. И нам дали добро на то, чтобы провести такую экскурсию. Впечатление у меня хорошее, потому что мне сам по себе нравится Минск. Так что пока что я довольна. Мне нравится погода. Мне нравится атмосфера. Поэтому я хожу, с удовольствием смотрю и слушаю. Стало любопытно, что здесь вообще происходит. У нас как раз-таки появилось свободное время. И надо было как-то его убить. Поэтому мы заглянули. Решили проверить свою эрудицию. Мы здесь хорошо скоротали время. И конкурсы довольно веселыми были. Все участники нашего интерактива получают небольшой сладкий приз. Никого им не удивишь. С одной стороны. С другой стороны, на нем размещен QR-код нашего сайта, где можно посмотреть и программу. И то, что у нас события, какие в библиотеках происходят. Как вы думаете, у меня получится сделать монету? Нет. Научите? Тяжело. Значит, вы можете. Дело в том, что чаще всего с женщинами происходит совместное предприятие. Они начинают. То есть как бы начинают делать. А потом я уже завершаю. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Берите кувалду. О, это моя любимая. Вот. Что-то он не хочет. Это за мало, наверное. Да ничего. Молотком гвозди я умею забивать, но монеты делать еще не. Это большое молоток. Не научилась. Делаю, пожалуйста. Я столько чего не говорила, но сейчас точно получится. Это вы монету должны взять первую. Почему? Потому что монета амулетная. И первый человек, он ее будет и хозяином. Метал помнит рук. И по традиции субботний вечер не обходится без кинопоказов и концертов. Сегодня здесь смотрят свое родное ленты Беларусьфильма и слушают белорусских композиторов классику 20 века. Впереди еще два часа культурного наслаждения, которое радует взгляд и слух. Так что подключайтесь к нам и заряд на всю неделю вам будет обеспечен. А проводниками в культурную жизнь столицы сегодня с вами были Оксана Симашко и Виктор Рубека, СТВ.